вот и у меня получилось сделать потрескивание грошка на пачках без без пачков у меня никак не получалось но иногда такое шипение немножечко было когда вот этот плюс который идет на этого питания драйвер вот этого он подключен сперва было тут вот я вот тут провод от плюс идет на пышку на среднюю точку так он был тут подключен когда его подключила тоже на плюс тогда всяких шипений больше появилась то есть наводки лучше стал ловить и тогда прикасаясь даже тут отверткой вот так вот к этому винтику уже тоже шипение всякие менялись немножко всякие свисты шипения печенье теперь тут собрано на качере тоже на пачках и поднятое напряжение лучше было на полевом транзисторе но он сгорел я подключил вот к этой обмотке тут еще выше напряжение тогда в двое он сгорел тогда теперь я опять подключил к средней точке то есть это к этой вот обмотке вот качер вот генератор который импульсы дает прерыв и синхронно с пашпулом вот минус качера прерывается вот этим транзистором рф-640 теперь тут стоит 3205 или как он там называть который руслан использовал для качера этот транзистор тоже на драйвере туда драйвера плюс вот тоже отсюда питается качера плюс который который на базу от резистор плюс питается вот он то 25 вольт это 26 это изменил блок питания резистор добавил можно теперь от 25 до 27 вольт регулировать мы блок питания и вот сигнал идет пушпула в этом проводу входит в этом генератор он принимает сигнал потом вот в этому проводу вот идет идет и вот идет на на драйвер сигнал тут вот минус подключен на этого сток и потом от этого жесток вот минус вот тут идет потом вот на конденсаторы на минус там видит вот вот то есть еще одна минус на землю общий минус это просто провод какой-то ненужный зацепленного тут какая-то петелька получилось ну тут он будет немножко может наводки ловить может пригодится вот тут вот один провод идет от этой вот обмотки нет я не не теряет это его питается второй подходит в диодный мост и вот на конденсатор там тут вот на минус этот идет потом через этот через этот потом через плюс потом через через катушку вот и вот на плюс вот покажу как тут ну или еще кто-то там показывают вот рукой уходит нет отрезка является то трясит наоборот хуже тут транзистор на 600 вольт а тут и ров 640 но даже до транзистора на трагиваясь до радиатор меняется но тут это больше над что-то на драйвере тут плюс вот идет вот через этот провод а вот пачки теперь выключен надеюсь ничего не сгорит вот качер отключился все попал свиста ну можно и без качер нем легкого свиста добиться то есть легкого такого потряски скважина скважина это очень сильно традиции греется попробуй получить вот трясин горшок и без качера тут может просто много всяких проводов вот вот я дотрагиваюсь наводки хорошо всякие там обратные т.с. ловятся и они там на генератор наводки делают раньше такого сильного неба это чистота это скважина но тут касаюсь отверткой но теперь качер включу качер теперь пропала наоборот потому что обмотка запиталась качер от этой обмотки питается и в этом пропала теперь вот немножко не то теперь немножко не то скважина скважина все меньше скважина все меньше наоборот 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 Вот скачера мне свести, скачера мне свести. Так, где-то кочер попадает. А вот тут кочер теперь бьет. Вот что много таких шумов, это от моего импульсного блока питания. Но когда тут навел, начал трещать. Вот тут на самую верхушку навел. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. А теперь он как-бы так шипит. Вот тут очень горячий транзистор. На несколько минут тронуться уже не можно. Это у нас на такое короткое время даже подержать нельзя. Употребление 4 амперы, 4,5 амперы, где-то 26 вольт. Что-то кратнул я, а на ней мусор. Пусть отстынет. Вот тут не такой горячий. Качер вообще холодный. Качер вообще холодный. Еле теплый. Значит, ему можно еще повысить напряжение. Только он может от резких скачков тока перегореть. А не от горячести. Но этот помощник транзистор. Вроде бы 20 ампер. Ни сколько. Вот так 8 или 6 ампер. Полевой. А полевой эффективно не работает. Полевой. Вот этот тоже теплый. Немножко. Который прерывает качер. Немножко. Немножко. Радиатор поменьше. Ой, тут нырячий какой. Ладно. Вроде бы все показал, что хотел. Никакой примавки нет. Лампы 116 ватт. Тут конденсатор. Тут резонансный конденсат. Частота где-то 16-15 кГц. Частота качера где-то. Если без феррита 1,7. А если феррит до самого конца сумму, тогда будет где-то 1 МГц. То есть атака с ферритом где-то было 1,6-1,5 МГц. Приятного аппетита! Поехали! Продолжение следует...